Всем привет. Не забудь подписаться на канал. В описании к видео ты найдешь охотничьи вещи с Алиэкспресс. Охотнику они будут очень полезны. А теперь погнали. ТОП-5 сегодняшних ружей, открывает ТОСБМ-16. В 1957 году тульские оружейники усовершенствовали свое первое двуствольное ружье ТОСБ и новое ружье получило индекс БМ. Безусловно новое ружье получилось, заметно лучше на тот момент времени, чем его предшественник и поэтому сразу же завоевало признание среди охотников-любителей и промысловиков своей надежностью, неприхотливостью и простотой конструкции. Ружье очень ценилось среди охотников-профессионалов, поскольку наличие курков давало ряд преимуществ, например быстро и бесшумно взвести курки и выстрелить. За недолгий период производства ТОСБМ-16 с 1957 по 1969 года было выпущено около 3 миллионов штук. ТОСБМ-16 имеет классическую компоновку. Стволы, спаренные в горизонтальной плоскости, отстегивающиеся цевьё и отъемный приклад с внешними курками, которые служили предохранителем. Замок запирания у ТОСБМ-16 был простой и надежный, два подствольных крюка, а сверху на болт гринера. Такая конструкция используется на многих аналогичных двуствольных ружей, поскольку она универсальна. ТОСБМ-16 имела очень удобную прицельную планку с перекрестными насечками, которая не отсвечивает и прицеливаться очень комфортно. Мушка делалась из латуни и была хорошо видна. К сожалению, ТОСБМ-16 не может похвастаться долговечностью спаренные стволы, изготавливались из прочной стали, но были подвержены коррозии, поэтому они требовали постоянный и тщательный уход. Ударно-спусковое устройство содержало минимум деталей и практически находилось снаружи. Внутри были спрятаны, только очень тугие пружины курков. Конструкция УСМ исключала возможность удара, курком по бойку при невзведенном курке, это своего рода предохранитель. Цевьё и приклад изготавливались из различных пород дерева, обычные, рядовые экземпляры делались из березы, более дорогие штучные и коллекционные, делались из моренного бука или ореха. На всех моделях имелась металлическая накладка на приклад. Все ружья украшались гравировкой, в рядовых моделях она была простенькая, в более дороге, штучных или коллекционных. Гравировка была более высокого качества и содержала сцены охоты. Технические параметры тульской двустволки были очень даже приличными, кучность и точность боя были просто великолепными. Ружьё имело экстрактор, то есть после переламывания ружья гильзы выталкивались из патронника, но доставать их надо было вручную. Длина стволов 75 сантиметров, длина патронников исключительно 70 миллиметров, калибр 16 ты или 20 ты. К несомненным достоинствам можно отнести простоту в эксплуатации и прекрасную ремонтопригодность. В случае поломки, ружьё можно было починить в полевых условиях, при нехитром наборе инструментов. Ни одно другое ружьё починить самостоятельно не удастся, тем более в полевых условиях. Если тулка с 16 тым калибром весила, 3,3 килограмма, то с 20 тым калибром, около 2,7 килограмма, что делало её удобной и лёгкой при пешей охоте. Доступность. Ружьё стоило максимально дёшево и было самым распространённым охотничьим ружьём. К сожалению недостатков у ТОС БМ-16 достаточно много. Например, качество подгонки деталей зависело от исполнения, чем дороже ружьё, тем качественнее оно изготовлено, и соответственно рядовое исполнение было откровенно неважное. Такие ружья быстро приходили в негодность, и их приходилось ремонтировать. Стволы как правило не хромировались, за редким исключением на коллекционных ружьях, поэтому при небрежном хранении стволы быстро ржавели и приходили в полную негодность. В настоящий момент покупка этой модели возможна, разве что для коллекции, рабочие, годные к стрельбе экземпляры вряд ли встретятся. Это и понятно, качественные ружья были либо штучными, либо коллекционными, и все отправлялись за границу. Поэтому покупка ТОС БМ-16 неактуальна, и лучше потратить деньги на более современные модели. За любым оружием необходимо следить, регулярно чистить от нагара и грязи, и смазывать оружейным маслом для предотвращения образования ржавчины. Четвертое место получает ружье ИШ-43. В далеком 1986 году появилось простое, надежное, классического вида, гладкоствольное-двуствольное ружье ИШ-43. Оно получилось действительно очень удачным, которое пользуется спросом до сих пор, правда под другим названием МР-43, и выпускается по сей день вот уже 32 года. За это время МР-43, ИШ-43 обрело несколько модификаций, есть под старину, довольно дорогие, но исключительно качественные и надежные. МР-43 имеет самый, что не есть, классический вид, типичная двустволка с горизонтальными стволами, без внешних курков, то есть бескурковая, самая простое и обычная. Это базовое ружье, поскольку есть и несколько модификаций, но об этом немного позже. Стволы МР-43, как и у ИШ-43, изготавливаются по той же технологии, из высокопрочной высоколигированной стали, и покрыты, с внутренней стороны хромом. Это повышает прочность при выстрелах, увеличивая срок службы и защищает от коррозии. Ударно-спусковой механизм имеет простое устройство, поэтому он крайне надежен и практически никогда не подводит. Предохранитель автоматический, то есть если перезарядить ружье, то каждый раз бойки становятся на предохранитель, это повышает безопасность и оберегает от случайного выстрела. Приклады цевьей изготавливаются из березы, бука или ореха. Береза используется исключительно с самых обычных, рядовых модификациях. Бук и орех используются в более дорогих версиях, штучных, экспортных, коллекционных или сувенирных. Независимо от исполнения рядового, экспортного или коллекционного, качество остается неизменным, поскольку это залог надежности и долговечности. Длина стволов у МР-43 750 мм, при этом длина патронника либо 70 мм, под обычный патрон, либо 76 мм, под усиленный патрон магнум. МР-43 это базовая модификация, без изысков, с обычным экстрактором гильз. МР-43 КН это, как правило, коллекционная или сувенирная модификация с внешними курками, которые обычно позолоченными. МР-43 это модель с эжектором, то есть при переламывании ружья, пустые гильзы автоматически вылетают. МР-43-11 это модель, с одним спусковым крючком и переключателем можно выбрать очередность стрельбы. МР-43-11 модель, с одним спусковым крючком, при этом есть эжектор, то есть автоматический выброс использованной гильзы. Из достоинств МР-43 можно отметить высокую надежность и долговечность этого гладкоствольного ружья. У него высокая кучность боя и точность выстрела. Ружье имеет вес 3,2 килограмма, что относительно немного по сравнению с аналогами других производителей и весьма комфортно при долгой пешей охоте. У МР-43 хорошая развесовка, то есть оно очень удобно лежит в руках, и из него можно уверенно стрелять на вскидку. Относительно ружей конкурентов, МР-43 имеет невысокую стоимость, а следовательно более доступна, при таком же высоком качестве исполнения. К выбору боеприпасов это ружье абсолютно безразлично. Оно позволяет использовать как заводские патроны, так и самодельные. Из недостатков можно отметить, разве что очень большую отдачу при стрельбе. У неподготовленного стрелка может быть сильный ушиб плеча. Чтобы не пришлось жалеть о покупке, оружие следует приобретать в специализированном оружейном магазине, во-первых это гарантия приобретения исправного и нового оружия. Во-вторых приобретение оружия в магазине гарантирует безопасность покупки. Третье место заслуженно получил ТОЖ-66. После успеха ТОЖ-63 народ с нетерпением ждал, когда же на рынке появится новая версия тульской курковки. Долго ожидать не пришлось. Всего через три года после выхода, 63-й модель из конвейера сошла первая, ТОЖ-66, которую многие охотники полюбили еще больше, хотя кто-то из покупателей не взлюбил завод за то, что он сделал. Дело в том, что от предыдущих двустволок ТОЖ-66 отличается одним весомым нюансом ружье, использует для стрельбы боеприпасы 12-го калибра. И ладно бы ТОЖ, выпустил несколько моделей с разным диаметром стволов, чтобы каждый желающий смог выбрать то, что больше нравится ему. Однако такого не было, и клиенты тульского завода разделились на два лагеря. В середине 70-х годов российский оружейный рынок был завален сотней различных моделей двустволок 12-го калибра, пришедших на смену традиционному и универсальному 16-му и более узконаправленному 20-му калибрам. Большинство охотников-консерваторов восприняли эту новость в штыки. Хотя если взглянуть на ТТХ ТОЖ-66, станет понятно, что почти по всем параметрам она выигрывает у своих предшественниц. Несмотря на то, что общая длина оружия уменьшилась, его масса значительно возросла. Из-за этого многие люди, ожидавшие выхода ТОЖ-66, сильно разочаровались и даже стали презирать тех, кто использует для охоты ружья 12-го калибра. Однако не стоит забывать, что такие модели отличаются от более мелких калибров, двумя существенными преимуществами, большей мощностью выстрела до 70 ДЖ, и повышенной кучностью боя, до 55% на расстоянии 50 метров. Споры о том, какой калибр для двустволки, лучше 12 или 16, продолжаются и в 21 веке. Обе стороны конфликта обычно в чем-то правы, а в чем-то заблуждаются. Однако в случае ТОЖ-66 и все споры, можно решить, если просто взглянуть на количество положительных сторон, которыми стала обладать модель, невероятная прочность ударно-спускового механизма, ружье должно было выдерживать большие нагрузки, стреляя патронами с навеской пороха, более 40 граммов. Высокая точность и резкость боя современных охотников, этим не удивишь, однако для тех, кто впервые взял в руки 12-й калибр, это было чем-то феноменальным. Более качественное хромирование стволов ружья 12-го калибра, нуждались с повышенной прочности стали, поэтому ТОЖ модифицировал защитное покрытие. Универсальность ружье, можно было использовать, для добычи утки или взрослого медведя, требовалось лишь подобрать подходящий патрон. Низкая стоимость производства ружей 12-го калибра, значительно проще, чем 16-го или 20-го, так что это отразилось на ценнике в лучшую сторону. Однако у ТОЖ-66-12 калибра также появилось, и несколько существенных недостатков, которых до этого не было. Вот список основных моментов, которые любят приводить в пример сторонники, 16-го и 20-го калибра, большая масса оружия из-за повышения прочности стволов, общий вес был увеличен более чем на 0,5 килограмм использовать такое оружие на охоте, не слишком удобно. Огромная отдача даже при использовании патронов со стандартной навеской, привыкнуть к такой особенности 12-го калибра сложно, особенно тем, кто перешел с 16-го. Деревянные детали стали еще больше подвергаться растрескиванию, обратная сторона медали под названием повышенная мощность. Таким образом для охотников прошлого столетия, ружье ТОЖ-66 не казалось лучше своего предшественника. Однако для современного промысловика, кто хорошо знаком с 12-м калибром, эта версия курковки станет куда более предпочтительной. Второе место получает ИШ-54, или как его еще называют советский браунинг. По внешнему виду ИШ-54 это классическое двуствольное охотничье ружье переломного типа, с горизонтально спаренными стволами. Калибр этого ружья только 12-й, патроник 70 мм, длина стволов либо 730 мм, либо 750 мм масса, соответственно 3,2 кг. Сами стволы изготавливаются из высоколигированной хромомолебденовой стали, очень прочной и отлично противостоящей термическим нагрузкам. Однако технология изготовления стволов энергозатратная, а следовательно ИШ-54 был очень дорогой в производстве. Рядовое исполнение ИШ-54 было очень редким, в основном это были штучные, экспортные или коллекционные модификации, что и неудивительно. Механизм запирания стволов был очень надежным, два нижних крюка и верхний поперечный болт с рычагом отпирания. Взвод боевых пружин происходит при переламывании ружья, предохранитель не автоматический, однако очень удобен и надежно запирает шептало. Бойки в хромированных трубках, визуально видно, взведен боек или нет. Из достоинств можно отметить то, что ИШ-54 имеет невероятно большой запас прочности и огромный ресурс выстрелов, превосходящий примерно в два раза заявленного заводского ресурса, около 7,5 тысяч выстрелов, то есть ИШ-54 способно произвести около 15 тысяч выстрелов, что делает его долговечным и надежным, в сравнении с аналогичными моделями ружей других производителей. Кучность боя и точность поражения цели также являются несомненными плюсами, поскольку длинные стволы способствуют более точному выстрелу. Ружье прекрасно сбалансировано и удобно лежит в руках. При этом ИШ-54 мягкая отдача, что также можно отнести к достоинствам. Из недостатков можно отметить, что ИШ-54 практически невозможно купить в обычном оружейном магазине, а на вторичном рынке оно достаточно редко, поскольку ни один владелец не захочет расстаться с этим ружьем. Чтобы оружие служило исправно, его необходимо регулярно разбирать и чистить оружейным маслом от грязи и нагара. Хранить любое огнестрельное оружие следует в специальном сейфе, согласно требованиям российских законов. ТОП-1 завершает ружье ИШ-58. ТОП-1 завершает ружье ИШ-58. В 1958 году охотники получили необычное ружье, ставшее легендой. Из истории ИШ-58 видно, как ценилась работа конструктора Пугачева. В то время на советский рынок было поставлено менее 1,4 миллиона экземпляров двустволок. Часть из них направлена на экспорт. В 1976 году на ярмарке СЭФ оружие наградили дипломами и золотыми медали. Изначально ружье ИШ-58 выпускалось, 16 и 20 калибра. Оно имело блок ствола длинный, 730 миллиметров и 675 миллиметров соответственно. По задумке разработчика, были предусмотрены модели 28 калибра, но на рынок они так и не попали. В 1971 году модельный ряд расширили. У охотников появилась возможность купить ИШ-58-12 и 16 калибра с измененной колодкой. Спустя 4 года, были установлены эжекторные механизмы, а еще через год, ружье оснастили автоматическим предохранителем. Изначально ружье создавалось как доступное. Постепенно оно видоизменялось, но было высоко востребованным. Разработчикам предусматривалось несколько типов исполнения. Штучное, улучшенное, рядовое. Ложи и цевье могли изготавливаться из ореха, а затыльники были резиновыми. И все это дополнительное оснащение увеличивало стоимость горизонталки. Ижевское оружие считается классикой. Было время, когда в паспортах указывали фамилии мастеров, занимающихся сборкой и отладкой ИШ. Сейчас этого нет, но отличное строение экземпляров осталось. Иж 58-16 калибра, идеальное решение для тех, кто охотится на разного зверя и стреляет на спортивных полигонах. Высокое качество, точность ствола, выполненного из уникальной стали 50А, ценится охотниками. Во время производства, мастерами уделялось колодке, ее тестировали на разных типах устройств, подвергали воздействию высоких температур. Сейчас легендарное ружье производится иными способами, что позволило снизить цену. Хотя осталось нечто неизменное, осталась та же технология производства стволов. Эта часть изготавливается из той же стали, что и в далекие 70-е. Модель ИШ 58-16 калибр, имеет стол длинный, от 725 до 730 мм, выполненного из высокопрочной стали марки 50РА. Вес горизонталки, до 3,2 кг, хотя с 70-х годов указан предел, не более именно 3,2 кг, данные характеристики осредненные. Чтобы узнать, какими обладает конкретное ружье, необходимо измерить его параметры. Важным условием при проведении испытаний горизонтолог, является качественность конструкции. Ружья проверялись по стандартной технологии с использованием патронов, с большим количеством пороха, чем закладывается обычно. При таких испытаниях, на ружье пробивалось клеймо Н в трапециевидной рамке. 16-й калибр проверяли при давлении 0.85 тонн на квадратный сантиметр, с зарядом пороха, 2,6 грамма и с дробью 30 грамм для соединения ствольного блока, применяются прицельные планки. Они состоят из муфты и пару трубок, планки прицела и стойки шарнира. Дульное сужение имеет классическое строение, правый ствол получок, а левый чок. Для защиты от коррозии, металл обработан хромом. Снаружи на стволах нанесен лак, в колодке прокрашены по особой технологии. Ударно-спусковой механизм куркового типа. В ИШ-58-12 калибре 16 используются боевые винтовые цилиндрические пружины. При открывании ружья они взводятся. Для совершения выстрела предусмотрено два спусковых крючка, каждый отвечает за свой ствол. ИШ безопасен в использовании, из-за чего ценится не только опытными охотниками, но и новичками. У него не предусмотрена возможность выстрела при открытых стволах. А чтобы исключить случайное нажатие на курок, конструкторами предусмотрен предохранитель. Приклад ИШ-58 выполнен, из березы и бука. По индивидуальным заказам ружья, изготавливаются из других видов дерева. Производитель заявляет, что усилие на спуске, будет не выше 2,5 кг на самом деле, этот показатель выше, хотя его можно облегчить доводкой ружья. Если сравнить стрельбу из 12 и 16 калибра, то эти разновидности практически не отличаются мощностью. Но у 12 меньше отдачи и нет амортизатора. Не забудь подписаться на канал. И ставь лайк если видео было полезным.